Движение ловкое одно, але, письмо у трубадура, в нем ложь, какая авантюра! Когда наутро слуги стали, актеры спутника искали, да прекратили поиск. Видно, устал от кочевого быта коллега бывший, может, стыдно ему явиться и проститься. Перед дорогой дальней стали, тревожные вороны кричали, покинул Мерин свои ясли, был запряжен в родной вазок. И театр двинул на восток, навстречу новому аншлагу в соседнем городке, рубаху и две тетрадки со стихами, благословившись, сдали в храме монахам в дар. Все благочинно приняли то, и мелочь сильно, куда она от сердца богу благословилась. И в дорогу привычно покатила трупа на рифах, на останках трупа. Белеса и кишели крабы, закуски необычной рады, не возвратись поэта молодого. Уже не написать ему ни строчки, монашка юная, его стихи читает, сплакнув в платочек, свечку зажигает. Предобразом скорбит ее фигура, шептая за амбаром, труба дура, проникшего к царице в час ночной, а Ратур зарезал. Где же ангел мой? Быть может она в трауре, в печали, готовила себе быстрый, легкий яд, чтобы пред Богом душу оправдать. Она, увлеченная иной игрой, слегка печально, глупый был герой, простой мужик, хотел иметь с ней близость, как он посмел. Какую грязь и низы имел в душе бродяга этот нищий. У самого был нож за голенищем, кому намечен мог быть в поздний час. А жил был прав, как каждому из нас-то был урок жесток, но справедлив. Король наш щит, и Бог его хранит.